Всем привет! С вами Технокухня! Сегодня настал черед маленького блока питания. Сейчас немало пользователей ставят небольшие системные блоки, они экономят место. При этом отвечают практически всем современным задачам домашнего пользователя. Маленьким корпусам маленькие же блоки питания. Они имеют форм-факторы SFX и по габаритам почти вдвое меньше стандартных моделей. К сожалению, в России редко встречаешь продажи. Приходится возить из-за рубежа. У нас в лаборатории модель новая и порадует она пользователя многими вкусностями. Итак, компактность, тихая работа, полная модульность, сертификация 80 Plus Gold, 8-пит для процессора и супертщательная упаковка продукта. Сразу чувствуется продукт люкс-класса. Сертификат 80 Plus Gold является большим шагом вперед по сравнению с предыдущим SFX, имеющим сертификат 80 Plus Bronze. А полностью модульные кабели также являются первыми в своем классе для такой конструкции форм-фактор. Чтобы пользователи могли оценить все преимущества великолепного блока питания SFX, в комплект включен адаптер для установки модели в любом корпусе ATX. Так что малыша можно пристроить и в большой корпус. Настоящий подарок любителям свободного места. Давайте разберем кабели. Отметим полноценный 8-пиновый коннектор питания процессора. Системы пусть и маленького формата сейчас стали крутыми и требуют именно его. То же самое для батеринской платы. Доступно как 20, так и 24 пин. Несмотря на малую мощность, есть возможность подключения полноценной видеокарты, для чего есть 6 и 6 плюс 2 пиновые коннекторы. Что еще у нас осталось? Так это один флоппер-разъем, 2 molex-выхода и 3 serial от аштекера. Сила тока в 37 ампер по линии 12 вольт позволяет спокойно завести 4-ядерный процессор и видеокарту уровня GeForce GTX 650 и даже 660. Измерим уровень шума. С 1 метра 34,5 дБ. 42 дБ вблизи блока. Вопреки пресс-релизам, где мелькает цифра в 16 дБ, все не так радужно. Блок питания средней шумности. Если вы собираете маленькую и тихую систему, то скорее всего замените вентилятор. В системе используются высококачественные конденсаторы. Производитель гарантирует круглосуточный режим работы при нагрузке в 450 Вт и температуре до 40 градусов. Тесты показывают отклонение по напряжению тока не более 3% при допустимом значении не более 5%. КПД выше 90%. Очень интересная инновационная модель, за которой последуют и другие. Можно сказать, началась эра маленьких делюксовых блоков питания. Продолжение следует...